В Екатеринбурге автоцистерна со сжиженным газом на крутом повороте пробила ограждение и упала с транспортной эстакадой в кювет. Водитель получил незначительные травмы. Авария с тягачом DAF, перевозившим полуприцеп автоцистерну, произошла накануне в половине пятого вечера на северной окраине Уральской столицы. Съезжая с транспортной развязки по улице Росточный на Серовский тракт, 58-летний водитель газовоза не справился с управлением, допустил занос полуприцепа, что привело к опрокидыванию цистерны в кювет, сообщили в отделе ГИБДД по Екатеринбургу. Судя по повреждениям цистерны, она перевернулась не раз, но при этом осталась цела. Впрочем, серьезной опасности, судя по специальной табличке, содержимое бочки не представляло. В автоцистерне перевозился диоксид углерода, охлажденный, жидкий или, другими словами, углекислый газ. Дальнобойщик получил груз на Екатеринбургском заводе «Уралтехгаз», расположенном всего в нескольких километрах от места ДТП. Выдвинулся в сторону Серовского тракта, чтобы по нему уйти на Екат и дальше к месту назначения, в Челябинск. Несмотря на то, что в пути водитель тягача был всего несколько минут, инспектора потребовали от него распечатку показаний тахографа, свидетельствующего о соблюдении режима труда и отдыха. Вызванные на место происшествия пожарные изначально раскатали рукав, чтобы специальной огнегасящей пеной залить цистерну. Но узнав, что внутри нее находится газ лучше любой пены и воды, справляющейся с огнем, спасательную операцию приостановили. Зато прибывшие вслед за ними сотрудники МЧС облачились в специальные костюмы газохимзащиты, чтобы с помощью приборов проверить опасность, которую, возможно, представлял груз. Убедившись, что в цистерне действительно углекислый газ, они по просьбе водителя открыли краны, чтобы стравить его для облегчения эвакуации грузовика. Как сообщили в ГИБДД, виновник аварии оказался опытным водителем, имеющим 41 год шоферского стажа. Из них 16 лет по перевозке опасных грузов. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.